Привет! Как дела? Сегодня рассказ о последнем городе в нашем путешествии в феврале 2018 года Stock on Trend Этот город находится на западе средней части Англии между Ливерпулем и Бирмингемом И туда мы поехали после Дамфрис из Шотландии, вернувшись в Карлай Кстати, в Шотландии я купила вот такую вот классную кружку всего лишь за 1 фунт В Паундленде нашла с шотландским флагом Сейчас до сих пор пью из нее чай Так что для тех, кто не хочет тратиться на сувениры, загляните в Паундленд Там обязательно найдете что-нибудь шотландское Там было очень много всякого интересного Я на сувениры вообще никогда не трачусь Но вот такие вот предметы, которые могут пригодиться в быту, я покупаю Если это может напомнить мне о каком-либо городе Так как Дамфрис мне очень понравился, я купила себе кружку с шотландским флагом В Stock on Trend мы приехали вечером уже после Дамфрис И заселились в отель прямо напротив железнодорожного вокзала Назывался он North Stafford Hotel То есть отель северного Стаффорда Заплатили мы за двухместный номер 46 фунтов за одну ночь И там же и оставили сумки, опять же таки, до вечера После чего мы уже отправились в Лондон А пока ходили, целый день гуляли, тяжелые сумки лежали в этом отеле Прямо напротив вокзала, откуда мы потом и прыгнули в поезд и поехали уже в Лондон Итак, город Stock on Trend Это английский город со статусом сити Который находится в церемониальном графстве Стаффордшир Утром, когда мы вышли гулять, моросил небольшой такой дождик Но нас это не смущало, поэтому мы направились в центр Так как Stock on Trend является центром гончарного производства И знаменит на весь мир своей керамикой Мы отправились в главный музей города, который называется Potter's Museum and Art Gallery То есть музей керамики и картинная галерея Как раз там мы переждали этот дождик И посмотрели абсолютно все про город Мы провели там около 2-3 часов Очень большой музей, очень много всего интересного Естественно, что меня в первую очередь интересует Это о том, как живут там в этом городе люди Как жили они в прошлые годы и века И, как всегда, естественно, мы любим фотографироваться в разных нарядах И там были такие наряды, какие-то шляпки 19 века Как Джейн Осин такие описывает в своих романах Мы пофотографировались в них Потом нашли какой-то такой детский закуточек Там маленький такой стол со стульчиками И можно было надеть шапочки там Овечки и еще кого-то Медвежонка, не помню Тоже пофоткались Люди, конечно, проходили, смотрели на нас Но англичане абсолютно ничего не скажут Потому что для них это даже просто интересно посмотреть Это у нас бы сказали какие-то дурочки Сидят в детской комнате и фотографируются Нет, абсолютно там такого не было И поэтому такая фривольность после Англии у меня появилась Я могу делать все, что я хочу Независимо от того, что скажут люди Мне как бы все равно Конечно же, там были выставлены различные образцы Этой великолепной керамики И этого гончарного производства И кувшины, и вазоны какие-то, и какие-то статуэтки Абсолютно все там было И мы ходили, все рассматривали Очень интересный музей Рекомендую, если вы будете в Stock and Trend Обязательно туда сходите Очень порадовали меня городские граффити Как-то город сам по себе серый Ну, было, потому что пасмурно Но вот эти вот красивые такие снегирина зданий Какие-то вот реально невероятные шедевры Они как-то раскрашивали город в яркие краски Витрины всякие там с клубничками, с лимончиками и с арбузами Тоже мы встали, так пофотографировались Много всего интересного Еще мне запомнилось такое разноцветное здание С какими-то сине-зелено-желтыми окнами Не знаем, что это за здание Мне кажется, офисное Честно говоря, не помню Но мы нашли, что это за здание Какой-то, наверное, арт-центр А может быть, университет Вот, мы там тоже пофотографировались Прошли мимо парка В парк мы уже не заходили, потому что все равно было слякотно Но издалека так пофотографировали И вход, и там какой-то красивый такой был фонтан Потом мы попали в какую-то церковь Где, видимо, происходила какая-то тусовка Различных национальностей Ну, в общем, в Англии у каждой церкви Двери открыты любому прихожанину Заходи, смотри, что там внутри Все бесплатно И даже иногда нас кормили там Вот, когда происходят такие тусовки Но в этой церкви мы, по-моему, не стали оставаться Хотя нам вроде бы предложили Но так как нам надо было двигаться дальше Мы пошли дальше В самом центре на Хай-стрит Ну, мы так прогулялись Прошлись по различным магазинчикам Увидели скульптуру какому-то футболисту Видимо, там футбольный клуб Не знаю, в связи с чем это связано Просто я сфотографировала Какие-то здания были очень сильно разрушены Какие-то очень в хорошем и стильном состоянии Мне запомнилась такая как бы Ну, я не знаю, что это было Это было отдельное стоящее здание Видимо, там какой-то паб Ну, в общем, непонятно, что там было внутри Написано Харли Скорее всего, это был паб И вот такие вот окна В виде портретов каких-то личностей Я не знаю их Ну, может быть, вы узнаете Пишите в комментариях Ну, скорее всего, это какие-то жители этого города Собраны из других разных портретов Вблизи это смотрится очень красиво Очень интересные произведения искусства Такого современного Мы это тоже решили заснять Вофтографировать Потом мы вышли к реке И по мосту решили еще сходить На другую часть города Потому что поезд наш был буквально там Через два часа И у нас еще оставалось время Мы не знали, что там на другой стороне города Просто пройтись Решили посмотреть И увидели там еще другую церковь Тоже интересную такую С красными дверьми А также пофотографировались Рядом с почтовым ящиком И с названием Стоконтренд То есть там было какое-то здание Мэри или не Мэри Вообще-то таунхолл нам встречался до этого И мы даже туда внутрь попали Нам разрешили зайти в холл И мы там поснимали Я сняла на видео Какой у них там потолок И как уходят лестницы туда В офисы и здания И вот вечером уже Возвращаясь с противоположной стороны реки К вокзалу Мы зашли в наш отель Забрали сумки Сели в поезд И поехали домой Там, кстати, на станции Поезда сопровождала полиция Потому что, видимо, проходил Какой-то местный футбольный матч Кого-то с кем-то Не знаю команд Стоконтренд И кто в тот день Играл с ними Но полиция Как бы сопровождала всех этих фанатов Они были буйные Как всегда Все английские фанаты Они буйные Об этом я тоже буду вам рассказывать И показывать позже Мы сели в поезд И поехали вместе с ними С этими фанатами В Лондон обратно Уж куда они ехали Я не знаю Но было прикольно, конечно Мы так вот Немножечко зажались Там В поезде Но они вышли где-то По середине пути И мы уже Со спокойным чувством Отправились домой В Лондон Ну вот Как-то вот так Вот у нас произошла Поездка В феврале 2018 В 2019 году Мы с этой же подружкой Ездили на Северо-восток Англии Тоже буду скоро рассказывать Мы посетили Миттлсброу Сандерлэнд И еще какие-то города О них я тоже Буду рассказывать Постепенно Всему свое время Пока на этом все Не прощаюсь с вами До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok